здравствуйте коллеги здравствуйте владельцы наших питомцев это видео будет вам полезно потому что мы в нем будем разбирать только один симптом это приступ мы будем смотреть приступы на какие-то которые присылали нам владельцы наших питомцев и просто его называть в тех случаях когда его нельзя назвать мы будем говорить почему его нельзя назвать а в тех случаях когда когда его можно назвать мы будем говорить почему его можно назвать вот надо четко понимать что приступ это симптом симптом это не болезнь и генерализованный эпилептический бы приступ например это не эпилепсия вот с этого надо начинать с понимания именно вот этого что есть симптом а есть болень симптом это проявление болезни, а по симптому никогда нельзя определить в неврологии. По симптому никогда нельзя определить, диагноз назначить лечение можно только в зону поражения. Поэтому у всех этих пациентов зона поражения голова и головной мозг, но ни у одного из этих пациентов мы не знаем диагноза. Просто определяем симптом, определяем как они выглядят. Начнем с первого. И так вот у нас особо большого анамнеза никакого нету. То есть мы просто смотрим симптомы и пытаемся определить, что это такое за вариант приступа. То главное, что важно понять у пациента, когда мы смотрим какие-либо приступы, это находится ли пациент в сознании. Вот с этого надо начинать. То есть с чего мы определяем, с чего мы начинаем определять вообще по какому признаку мы начинаем определять тип того или иного приступа. Это наличие или отсутствие сознания. Вот. Это самое главное и самое важное, с чего мы должны начать. Можем ли мы во всех случаях понять, есть ли у пациента сознание или нет? Нет, не всегда. У этого пациента, да, вот в этот момент, когда мы смотрим, может создаться впечатление, что у него нет сознания. Особенно на следующем видео, вот в этом случае, да, что у него нет сознания. Поэтому можно говорить о том, что скорее всего это вариант эпилептического приступа. Я не буду там сейчас говорить точно, там парциальные или не парциальные, там частичные приступы или нет, а буду именно говорить более, более, скажем так, общие, да. Вот. Еще у нас один пациент. Поэтому я думаю, что скорее всего у него в какой-то момент нет сознания, отсутствие сознания говорит о том, что это, скорее всего, приступ, все-таки эпилептический. У этой собаки есть тремор, то есть вот то, что трясется, это как называется, да, тремор. Сам по себе тремор, опять же не является, часто не является диагнозом, кроме тех случаев, когда он связан с какой-либо породой. Такое тоже существует, да, когда тремор там, например, определенной породы. Следующее видео этой же собаки, да. Некоторые, конечно, короткие, да, сложно. Скорее всего у этой собаки, по тем немногочисленным видео, да, кадрам, которые здесь есть, это не эпилептический приступ, а так называемый приступ максимальной дискинезии. Но важно понимать, всегда ли так протекает приступ, или бывают какие-то другие варианты приступа у этой же самой собаки. Здесь вот генерализованный эпилептический приступ, да, это эпилептический приступ, да. Почему мы это понимаем? Ну, потому что собака находится без сознания, у нее ритмичное сокращение мышц, которые, собственно говоря, говорят об этом типе приступа. Вот по этим признакам мы определяем. Еще собака. Здесь то же самое. То есть, это генерализованный эпилептический приступ, ну, так называется, да. Ну, смысл его в том, что есть очаг эпилептической активности, и из этого очага эпилептической активности, вот это активность, это синхронное возбуждение, ну, синхронное возбуждение нейронов, да, то есть, по-русски можно сказать так, что есть какой-то очажок, группа нейронов, которые находятся в состоянии возбуждения. Вот это возбуждение передается на ту часть коры, которая заключается для движения, и мы видим вот это вот так вот. То есть, это четко. Значит, по поводу слюней, опять же, хотелось сказать. Многие владельцы думают, что наличие слюней является признаком эпилептического приступа. Вообще нет. Слюна появляется просто от того, что, такая пена слюна, да, она появляется от ритмичного, сокращения челюсти. То есть, не сама по себе она появляется, а просто потому, что челюсти сокращаются, и из-за этого такое появляется. Поэтому сам по себе, ну, просто многие владельцы говорят, пены не было, пены не было, вообще без разницы, вообще значения не имеет. Важны вот эти движения и отсутствие сознания. У нас еще пациент. Скорее всего, это тоже эпилептический приступ. Но не всегда понятно, есть ли сознание у пациента. А точность определения, вообще, ну, врачей-неврологов, правильности вот этого приступа, да, порядка 80%. То есть, по видео, просто по видео, если это не генерализованный эпилептический приступ, да, а здесь именно генерализованный эпилептический приступ, как он протекает, вот, в полном объеме, да. То есть, генерализованным эпилептическим приступом все понятно, это приступ, который имеет определенные свои этапы, да. И по нему мы четко можем определить, по этим этапам мы можем определить, что да, у этого пациента генерализованный эпилептический приступ. Опять же, отсутствие сознания, да, потом ритмичные движения конечностей. В начале приступа было такое впечатление, что у собаки отсутствует сознание, да, так называемая аура, да, давайте я приду назад, очень похоже на это. Иногда приступ на этом и заканчивается, и он тоже будет эпилептический. То есть, если вот он протекает вот только так, да, без сознания, то, опять же, это будет, он может закончиться, то есть, не распространиться на... Ну и дальше постэктальный период, постпреступный период, так можно сказать, он характерен тем, что собака находится в подавленном состоянии. Это связано не с тем, что там устал или еще что-то такое, да, а с тем, что головной мозг тормозит этот, грубо говоря, срабатывает защитный организм, такой... Ни в коем случае нельзя собаку держать на руках, вот так вот снимать видео не надо, да, потому что понять по такому видео, что там было, как она движется и так далее, не надо. То есть, если есть такое видео, значит, его надо просто переснять. Не интерпретирую неинтерпретируемое. Поэтому первая оценка, стоит ли интерпретировать видео. Если ты понимаешь, что оно изначально сделано так, что его не надо интерпретировать, даже не пытайся переходить к его интерпретации. На руках нет, все. Потому что нет возможности правильно его оценить. Вот. Здесь такие движения характерны для приступа, который партизмальный дискинезий называется, да, неэпилептические приступы. Судя по тому, что владелица поднесла руку, опять же, да, собака среагировала, видите? Значит, она находится в сознании. Значит, это не эпилептический приступ. Мы четко видели рефлекс угрозы, который сформировался в той собаке. Ну и, соответственно... Вот. А в рефлексе угрозы участвует карагал в больших повышариях, то есть осознание, грубо говоря, собакой приближающейся руки. Поэтому... Вот. Здесь приступ... Такое ощущение, что собаке кажется что-то где-то... Что происходит где-то вокруг. При этом она находится в сознании. Поэтому, скорее всего, это не эпилептический приступ. Какой-то другой. То есть она реагирует на внешнюю среду. Когда ветврач ставит собаку на пол и смотрит, там, или кошку на пол в кабинете, да, он именно и смотрит на то, что... Как пациент реагирует на внешнюю среду. Многие владельцы это не понимают, почти никто не понимает, что на самом деле врач, когда смотрит за движением пациента и его реакциями на внешнюю среду в кабинете, то он оценивает не то, боится кот, не боится, кое-ли-кошка, да, там, или собака. А какова реакция на то, что происходит вокруг. Вот. То есть может ли мозг этого конкретного пациента правильно увидеть, понять и среагировать. Ну, здесь не очень понятно. Да, это влияние внешней среды, собака чего-то боится, да, потому что такое тоже может быть. Мы не слышим звуков, мы не слышим, поэтому есть смысл доснять еще видео и понаблюдать за этой собакой еще. То есть не интерпретировать однозначно вот это видео. Это тоже очень важный момент. Здесь характерный эпилептический гернализованный эпилептический приступ у щенка. Его обычно видно сразу же. То есть его интерпретация чаще всего не сложна в большинстве случаев. Не всегда, но в большинстве случаев. Это кошка, да, которая лежит и ничего не делает. Вот в этот момент, конечно, неплохо будет снять глаза, да, потому что больше всего это похоже на внешне, на эпилептический, конечно же, приступ, да. Но было бы неплохо глаза еще увидеть. От того, как владелец снял видео, тоже очень многое зависит. Глаз мы, к сожалению, здесь не увидели. По внешним признакам, да, больше похоже на эпилептический все-таки приступ. Но еще бы хотелось бы получить видео в этом случае более близко, крупным планом, глаза кошки в момент приступа. по симптомам мы определяем только зону поражения. Ну, зона поражения в этой кошке, очевидно, головной мозг. Здесь тоже так вот делать не надо. Трясти, пытаться помочь, палки всовывать в рот. И, кстати, людям тоже не надо так делать при эпилептическом приступе. Вот такой вот. То есть, это тоже эпилептический приступ. Явно отсутствие сознания. Там явные ритмичные движения. Еще один пациент тоже, опять же, очень похоже, что собаки не находятся в сознании, значит, это приступ эпилептический. Важен, конечно, анамнез, да? То есть, мы же не знаем, там, анамнеза, очи пациентов, мы не знаем часто и возраст, когда и сколько. Это тоже все важная информация. В данном случае надо понимать, что мы просто определяем тип приступа. То есть, без анамнеза, без ничего, просто тип приступа просто только по видео. Это те видео, которые приходили к нам на почту, собственно говоря, с просьбой о консультации. Вот, собственно говоря, мы их отобрали. некоторые из них и вот оцениваем. Больше похоже на эпилептический приступ. Как узнать точно? Снять электроэнцефалограмму в момент приступа. Можно даже определить зону поражения. Еще один пациент, тут, конечно, тоже мелькнул эпилептический приступ. С удовольствием. Даже такое короткое видео, в общем, достаточное для того, чтобы понять, что это генерализованный эпилептический приступ, но, конечно, лучше снять полностью всю собаку. Тот же самый приступ, тип приступа, очень характерный. Даже по короткому видео, буквально в течение отрывочного, можно определить тип приступа. в плане диагностики самое главное, самое важное определить тип приступа. Потому что от этого будет вообще симптома даже. Здесь мы отобрали приступы, но если владелец думает, что это приступ, это не значит, что приступ, потому что и обратное чихание приступом называют, ну и много-много-много чего. Поэтому вот здесь больше похоже на как бы пароксизмальный дискинезий, то есть не эпилептический приступ, но это не точно. Недостаточная информация. Я бы попросил еще в видео. Не всегда, не по всем видео. Точность определения не эпилептических приступов, да, как я вам говорил, довольно приблизительная и лучше снять больше видео, чтобы было больше информации. Когда собака идет, когда собака движется, когда перед приступом, после приступа. То есть чем больше информации вы собрали, тем лучше. Потому что чем больше видео вы сняли, бывает, конечно, забавный случай, когда огромный календарь приступов, да, там 20-30 про наблюдали, которые пронаблюдали, но ни одного видео. вот эта информация о том чистоте приступов, она, конечно, важна, но она важна, когда уже вариант приступа определен. Здесь до конца непонятно, есть ли создание у собаки. Зачем часы, но наверное, зачем это показывают. Так, на первый взгляд, что это либо парциальный эпилептический приступ, как это назывался, частичный эпилептический приступ. Вот. Но опять же, не до конца. не до чем-то свои часы показывают, не знаю, на чем. Наверное, это успокаивает владельцу. Видимо, они время засекают. Приступа. видео идет. Ну, чтобы потом посмотреть, сколько прошло во времени. Так, видео идет. По видео можно точно знать. Люди так не думают все. Да? Ну, конечно. Зачем засекать часы и показывать их видеокамеру, если камеры часы. Это как с погодой. Можно посмотреть на телефоне, можно выглянуть в окно. Да. Ну, не версия родилась, что владелец успокаивался, показывая эти камеры и часы. хотя не знаю, зачем. Ну, это Йорк, понятно, будет, когда тоже с каким-то приступом. чаще всего все эти маленькие собачки, тот вариант приступа, который у них есть, опять же, надо глаза видеть, да, то, что собака стоит, скорее всего, это не эпилептический приступ. Пытается идти куда-то осознанно. Скорее всего, это не эпилептический. Смотрите, зона поражения все равно, конечно, голова и головной мозг. То есть, даже если это не эпилептический приступ, зона поражения все равно голова. Вот. То есть, все равно все приступы связаны с поражением головы и головного мозга. так или иначе. Вот. Только чем? Отсутствием глюкозы из-за инсулинома, да, или повышенным давлением из-за фиохромоцитомы, например, вообще где-нибудь далеко-далеко от головного мозга, в подживудочной железе, да, там, или надпочечниках фиоленома в подживудочной железе и там фиохромоцитома, опухоль, например, надпочечника. Или, например, этот приступ связан с тем, что нарушена функция там печени, да, собаки шунт, атрофия коры головного мозга и в результате нарушения функции. То есть, но все равно головной мозг, всегда головной мозг. Любой приступ всегда головной мозг. То есть всегда нарушена функция головного мозга, любой приступ вообще, хоть эпилептический, хоть не эпилептический. То есть мы все равно видим, что головной мозг перестал функционировать нормально. То есть мы видим отсутствие нормальной функции коры головного мозга или там среднего мозга, ну головного мозга, в общем так можно сказать. Почему алгоритм может быть другой, например, при карлика пароксинмальной дискинезии мы можем просто отправить на безглютеновую диету. В этом важность. В этой собаки до конца не очень понятно, хотя много видео вроде, да, хочется сказать, что это пароксинмальная дискинезия, да, приступ не эпилептический. Но, опять же, частичный, ну парциальный эпилептический приступ тоже, опять же, можно думать. Ну я бы у такого пациента, конечно, в первую очередь, наверное, подумал, что это какой-то вариант эпилептического приступа. Более точно надо сделать электроэнцефалографию, потому что так можно понять даже зону поражения. То есть, ну, зону, откуда появляется этот очаг. Где там эти нейроны, которые вызывают приступ? Ну здесь явно сознание собака. Поэтому это, скорее всего, не эпилептический приступ. Хотя это может быть только часть видео, да, и тоже важно узнать, это все или еще что-то есть. Потому что, если еще что-то есть, да, в данном случае, то, возможно, это только начало приступа, а дальше будет сам приступ. И возможно, что некоторые приступы так выглядят, да, как партизмальный дискинезии, а другие, например, с потерей сознания. Это тоже важный момент. Поэтому обращайте внимание, в первую очередь есть сознание, нет сознания, контролирует собака, не контролирует себя и контролирует она, где она находится и реагирует ли она на внешнюю среду. Это какой-то эпилептический приступ, судя по всему. А почему, судя, да? Потому что есть движения ритмичные, да. Опять же, ничего не мешает быть, например, пациенту, да, у которого вообще-то не приступа, к примеру. То есть, у нас же нет анамнеза. То есть, мы же изначально думаем о том, что это пациент, у которого все нормально изначально было, да. То есть, на ровном месте происходят вот такие приступы. Скорее всего, это не генерализованные эпилептические приступы. Опять же, очень хорошо, если владелец обращается к собаке, да. Потому что вот такое маленькое движение руки, например, как на одном из видео, да, дает нам понимание о том, что у собаки есть сознание, что она отклонила голову. Это очень маленькое, кажется, неважное такое. Владельство, естественно, это сделало не для того, чтобы проверить рефлексы угрозы. Но при просмотре видео на это надо обращать внимание. И это движение было четким. Владельца не может, когда это делала, она не могла так интерпретировать, конечно же. Она просто рефлекторно хотела собаку погладить. Что было делать, не нужно. Но здесь, скорее всего, какой-то вариант эпилептического приступа. А, скорее всего, эта часть видео как раз от этого приступа, скорее всего. Но если это часть, да, то мы это знаем из-за анамнеза. Здесь мы из-за анамнеза ничего не знаем. Но, скорее всего, это начало было эпилептического приступа генерализованного. Вот. То есть это вот генерализованный эпилептический приступ. Что это значит? Это значит, что в собаке есть поражение головного мозга. По какой-то причине. А, по какой причине, это и будет диагноз. Именно установление причины этого приступа и будет диагнозом. То есть мы узнаем, чем собака болеет, когда найдем причину поражения ее головного мозга. То есть, и, собственно говоря, вся диагностика, она сводится именно на поиск причины. Откуда это у собаки приступ генерализованный или эпилептический или там не генерализованный эпилептический? Ну, здесь вот до конца непонятно, глаз не видно. Да. Была ли собака в сознании? Ну, это тоже какой-то тип приступа. Какой приступ? До конца непонятно, потому что надо сделать какое-то действие, да, для того, чтобы определить в сознании или нет. Позвать собаку, поднести руку, да, например. Если этого не сделано, то просто попросите еще видео. Ну, естественно, он не то, что не отменял осмотр, да, потому что, может быть, собаке на осмотре, в неврологическом осмотре будут какие-то симптомы. То есть это тоже важный момент, но у нас сейчас не про это, то есть мы сейчас не осматриваем пациента, а просто определяем, какой тип приступа и в какой зоне искать. Но я бы еще посмотрел, то есть вот этого видео мало для оценки. Вот этого даже секундного видео достаточно для того, чтобы понять, что это, скорее всего, генерализованный эпилептический приступ. Да, владельцы снимают буквально там 4 секунды, но, скорее всего, этого достаточно даже для определения типа приступа. А иногда и долгие видео, опять же, совершенно не информативные. Еще приступ, да. Скорее всего, опять же, всегда смотрим в сознание, не в сознание, в сознание, не в сознание, не в сознание, значит, какой-то из вариантов эпилептического приступа, скорее всего. А дальше начинаем искать, разматывать клубочек, да, что же стало причиной поражения там головного мозга у собаки. Какие-то процессы внутри самого головного мозга, какие-то процессы внутри организма, которые вызывают поражение головного мозга, да. То есть шун же, он же, например, вызывает атрофию коры головного мозга, гипотенцефалопатию, там, определенные изменения внутри головного мозга, находясь в брюшной полости, да. Но именно сам приступ, он будет связан только с поражением головного мозга, тем не менее. То есть в любом случае поражение головного мозга всегда есть. То есть неправильная функция, неправильное отсутствие, ну, это, скорее всего, собаки нет. Сознание, скорее всего, да, и, значит, тогда это просто эпилептический приступ. Никогда нам сам приступ не говорит о том, что, чем он вызван. Это очень важный момент. Никогда. Это середина приступа. Было, конечно, интересно еще данных. Здесь натипное видео. Я бы просил еще, еще. То есть недостаточно. Хотя хочется сказать, что, конечно, это, наверное, но нет. Что не эпилептический приступ, но не факт. Ну, это генерализованный эпилептический, да, опять же, в принципе, легко определяемый. Отсутствие сознания, ритмичное движение конечностей, ну и так далее. Он очень характерен и очень легко, быстро определяется. То, что касается не таких приступов, да, то, конечно, данных одного видео чаще всего, и тем более, ну, чаще всего, снятого, ну, как бы, стрессе недостаточно. Здесь генерализованный эпилептический приступ, ритмичные движения, отсутствие сознания, в общем. Здесь вот собака непонятно что, да, вроде как тремор мышц. Непонятно, это приступ, собака спит, у нее есть ремор какой-то, да, но она впадает в это. То есть вот этого одного видео недостаточно для того, чтобы определить тип приступов. Потому что это может оказаться просто спящая собака, да, или собака, у которой какое-то другое поражение, да, и вот данных этих недостаточно. Поэтому, чтобы было достаточно, надо собаку, если вот она находится в таком состоянии, попробовать поставить, чтобы было понимание, может ли она стоять, может ли она двигаться, может ли она реагировать на внешнюю среду, да. Возможно, это, например, собаку, которая нарушена функция спинного мозга, она просто лежит, потому что нормально ходить не может, и поэтому вот у нее такой вот тремор. Вот такая может быть интерпретация данного состояния, поэтому здесь данных недостаточно. Вот. Ну, хочу подвести итог, да, если у вас есть пациент, ну, питомец, да, который, у которого какие-то приступы, чем лучше, чем качественнее вы снимете видео, чем больше вы снимете видео, тем лучше. А на что, в первую очередь, стоит обратить внимание? На, ну, конечно, кроме тех случаев, когда, там, генерализованный эпилептический приступ, как вы заметили, да, то есть, когда, там, генерализованный эпилептический приступ, ну, в общем, по большому счету, все и так понятно, да. То есть, ну, в общем, ситуация понятная и однозначная. То есть, вот когда у нас такой приступ, в общем, с первого взгляда понятно, что это такое. Во всех остальных случаях лучше сделать видео много, лучше снимать все приступы, лучше, если, и очень важно, если вы в момент приступа делаете какое-то действие, которое, скажем так, которое, вот, например, по-моему, у этой собаки, да, дало мне понимание о том, что собака в сознании, обратите внимание, сейчас я его повторю, здесь это получилось, опа, видите, это получилось у владелица неосознанно, но она не осознавала, что она, зачем она это делает, да, но это очень была важная информация, да, поэтому мелкому факту можно понять, что собаки все-таки находят, собака находила в сознании в этот момент, вот, поэтому можно это сделать специально, да, то есть можно позвать собаку, попросить собаку сделать то, что она обычно любит делать, да, и снять это на видео. Дальше важным моментом является, как он долго идет, и то состояние, которое происходит после приступа, то есть насколько собака быстро восстанавливается, если она находится вне сознания, то тоже, опять же, было бы неплохо это все снять на видео, да, потому что, конечно же, у той собаки, у которой уже и так есть какие-то определенные неврологические нарушения, да, то есть приходит собака на прием, у нее есть неврологические нарушения, там, параличный язык, там, этрофия мышц жевательных, еще что-то, еще что-то, да, в принципе, уже не так важно, что там за приступа, этого уже будет достаточно врачу для того, чтобы понять зону поражения, если у нее еще есть, а вот если у собаки нету, и на осмотре она совершенно нормальная, но у нее есть некие приступы, то напрямую зависит план диагностики от того, как вы снимете видео, вот это очень важный момент, да, поэтому вот что важно, да. У нас есть вопрос, может ли у собаки быть и пароксизмальная дискинезия, и эпилепсия одновременно? Да, может быть, такое может быть, такое бывает, такое случается, потому что у собаки, у которой, это очень важно, кстати, вопрос, потому что владельцы думают, что вот собака родилась, она там, грубо говоря, у нее там непереносимость глютена, всю жизнь у нее была профессиональная дискинезия, они ее кормили все равно там глютеном, ничего не делали для того, чтобы контролировать эти приступы, а потом у этой собаки там в десять лет, грубо говоря, там, в пять-десять, там, в семь, не знаю, во сколько, появилось там, появился, например, энцефалит неинфекционный, или там, опухоль головного мозга, то есть у собаки, у которой была пароксизмальная дискинезия, к примеру, ну, запросто может быть такое, что она заболела, у нас очень много пациентов, у которых там, мы лечили, лечили эпилепсию без структурных изменений, там, а там, так вспомнилось, была, да, то есть, долго пытался объяснить владельцам, ну, если у нее была эпилепсия, но не значит, что у нее не будет, не может быть, там, в десять лет менингиома, и владельцы никак не могли понять, а зачем же делать эти МРТ повторно, вот так же уже диагноз, десять лет у нас, я говорю, так и что, а что же у нее не может быть менингиома, там, потом указало, что у нее менингиома, мы ее удалили, в общем, все нормально закончилось, но болезнь не дается одна на всю жизнь, поэтому, да, конечно, может быть. И еще важным моментом является, что иногда приступы могут, там, на десять приступов, как вам кажется, в сознании, да, собака, там, одиннадцатый будет без сознания, вот и все. То есть, такое тоже может быть, запросто, легко, и это часто, это вообще часто встречается, что, я не знаю, показал начало приступа, да, где там был, вот, это сам, по-моему, Корги, да, другой какой-то, у которого начало приступа, называется, ну, она аура называется, да, то есть, который может закончиться вот так, вот так просто начался и так же и закончился, вроде бы сознание, но нет. То есть, вот на этом приступе бывает, что заканчивается. Это начало приступа, который, ну, у этой собаки, но вот на таком, на этой ноте он мог закончиться, то есть, не развиться дальше, это был бы тоже приступ, а в какой-то момент он генерализован, вторично генерализованный приступ, это называется, то есть, вот он, были, были такие приступы, а потом они стали вот такими. Я специально не вдаюсь в классификацию всех приступов, да, для чего, для того, чтобы, а их очень много, для того, чтобы просто на, хотя бы вот на уровне эпилептический, не эпилептический приступ, да, в общем, ну, то есть, такая сильно-сильно-сильно упрощенная, буквально двух эпилептический, не эпилептический свести, да, чтобы хотя бы на этом уровне научиться их распознавать и для того чтобы понять что на самом деле конечно же ситуация с приступами она гораздо шире поэтому это очень важный момент влияет ли фенобарбиталы кепра на сизмальную дискинезию по идее скорее нет чем да может ли удаление опухоли убрать приступы эпилепсии тут надо четко понимать что опухоль она не вызывает сама по себе эпилептические приступы опухоль она нейтрально электрически крошу не и нет электричества мне нет нейронов потому что там другие клетки но она поражает участок головного мозга рядом именно этот участок головного мозга вызывает эпилептические приступы поэтому убираю об данного мозга мы сохраняем собаки жизнь вот для этого удаляется любая любое него просто любое на образование головного мозга удаляется стилью сохранения жизни а закончится ли на этом приступы или нет неизвестно если в интероперационного время операции это очаг эпилептической активности попал в зону удаления туда не будет приступов но никто не отменял пост травматическую эпилепсию поэтому то есть цель задача врача дарящего округа на моде сохранения жизни потому что если это ты не сделал то собак умрет с вероятностью сто процентов это стопроцентная смертность без вариантов то есть если у собаки выросла по данному для на умрет нас вероятностью процентов поэтому надо ее убрать то есть корректировать лекарствами препаратами ты не можешь никак вот и все в этом смысл а сами приступы которые участки головного мозга поврежденные опухолью вызывают могут быть удалены либо не удалены во время операции целью не стоит их удалять потому что посттравматическую период все опять же никто не не ну как бы она бывает просто посттравматическая эпилепсия бывает когда развивается в течение там нескольких месяцев после травмы там происходит вторичные изменения головного мозга которые могут вызывать сам эти приступы вот и все поэтому если взять кошку капнуть ей пенициллин на кору головного мозга в определенных местах то формируется счет эпилептической активности то есть само повреждение головного мозга вызывает капли пенициллина у кошек вызывает эпилепсию и медики так делают кошкам для того чтобы проводить исследования на них эпилепсию людей такая запутанная история поэтому вот это надо счет понимать опухоль сама по себе не содержит нейроны мне нет группы нейронов которые вызывают эпилептические приступы просто потому что не вообще никаких нейронов нет то что на опухоль даже если она и образовалась из нейронов то они все равно не нейроны а опухолевые клетки но она повреждает рядом дальше на прям объемом выжимает ножичок собака погибает или ну или кошка или человек то то же самое то есть любое существо до которого череп головной мозг нерастяжимый грыжа мозга ниже мужичка и смерть вот собственно говоря для этого мы и оперируем этого не допустить вот смысл так до свидания до новых встреч прислать ваш случай был с ними разбираться